Приветствую вас! Вы знаете, ну вот, конечно, в начале, когда только я прочитал ваш вопрос, да, сразу, наверное, хочется сказать, что действительно это не любовь, что она просто вас как-то использует, для своих целей. Вот. Но, вы знаете, в данном случае, в данной ситуации есть несколько важных аспектов, на мой взгляд, которые, вот, нельзя игнорировать, понимаете? Какие это аспекты? Давайте попробуем с вами разобрать, что это за аспекты. Во-первых, женщине 36 лет, и она мама, у нее есть ребенок, и, соответственно, этот ребенок, значит, для нее важен, она хотела бы, чтобы у ее ребенка все было хорошо, она хотела бы, чтобы ее ребенок был счастлив. Вот. Подобный аспект, подобный аспект, точнее, нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов. Почему? Опять же. Да потому что, потому что, женщина-мать ведет себя совсем не так, как, значит, вела бы себя обычная женщина, которая, скажем, не была бы обременена ребенком, и, значит, которая не хотела бы его, как-то вот, обеспечивать, да? Значит, ребенок, безусловно, толкает женщину за то, чтобы смотреть на жизнь более с практичной точки зрения, более такой, может быть, даже расчетливой позиции, если угодно, если можно так сказать, да? Вот. И эта расчетливая позиция, она здесь, к сожалению, знаете как, опосредована материнским инстинктом. То есть, женщина не может выступать, как, вот, знаете, как независимый такой вот партнер самостоятельный, да? Потому что она должна думать о ребенке, и это ее, скорее всего, отягощает. То есть, первый аспект, связанный именно с ребенком, нельзя, ни в коем случае, нельзя этот аспект как-то упускать из вид, потому что он на самом деле очень важен. Я понимаю, что вам может быть неприятна вся эта ситуация, я понимаю, что вам может быть все это действительно неприятно, в этом мало хорошего, вот. Но, если вы берете, значит, вот, в партнеры, если вы берете в партнеры женщину с ребенком, то нужно учитывать ее особенности. То есть, как бы сильно она не любила бы вас, вот, как бы сильно, какие бы чувства вам она не испытывала бы, вот, если она беспокоится о ребенке, если она волнуется о ребенке, если он ее действительно волнует, то она будет действовать так, как хорошо, не только для нее, но и для ребенка. И это, к сожалению, а может быть и к счастью, ну, к сожалению, к сожалению, понятно, для вас, к счастью для ребенка, значит, это не всегда идет, значит, вам на пользу. Это вот точно касается ребенка. Что касается того, что, значит, женщине 36 лет, у меня очень высокий доход, вы здесь пишете, что работа среднего дохода. Значит, здесь, соответственно, может иметь место неудовлетворенной жизнью, и действительно такое, вот, знаете, стремление, если угодно, к стабильности. У женщины это выражено куда более ярко, стремление к стабильности. У женщины это выражено куда более явно, и ее стремление к стабильности, это, надо сказать, нормально. То есть, в этом возрасте, при наличии ребенка, при том, что она разведена, что является само по себе, знаете, таким, несколько травмирующим фактором, определяет поведение женщины как не наивное, как не такое, которое, вот, знаете, направлено на именно только лишь любовь, только лишь отношение, к сожалению, в этом возрасте женщина думает уже чаще и больше о некой выгоде, о неком эффекте, о некой полезности того, что она делает и того, как она живет. И подобное, подобное, нельзя игнорировать, хотя бы просто, ну, опять же, потому, что такова для нее реальность, для женщин, я имею в виду. И, вот, если говорить о ее отношении к вам, как, значит, ну, вот, отдельной женщине, да, как женщины, там, свободной, как женщины независимой, как женщины, такой вот, знаете, классической, если не смотреть на нее именно и только как мать, если видеть в нее только женщину, то, да, она вас не любит. Она не любит вас с той самой любовью, которую могут любить, скажем, женщина, там, 20 лет, там, 18 лет, да, может быть даже до 30 лет. Такой любовью она вас не любит. Это да, это правда. Почему? Потому что она не может. У нее есть обязательства, эти обязательства связаны, ну, в первую очередь, в первую очередь, эти обязательства, они связаны с ее ребенком, с ее опытом, которых, которые у нее есть опыт, я имею в виду, негативный опыт жизненный, вот, и, поэтому, если говорить в этом контексте, тогда она вас не любит, определенно. Если принимать во внимание тот факт, что у нее есть ребенок, которого она должна как-то вот защищать, как-то содержать, обеспечивать, если принять во внимание тот факт, что у нее есть явная травма и явный, явный негативный опыт от замужества, своего замужества, то здесь ситуация вырисовывается совершенно другая, и становится понятно, что насколько она может вообще любить сейчас, настолько она любит. Но в силу своего возраста, в силу своего опыта, она не будет полностью обдаваться любви настолько, чтобы не делать тех вещей, которые она делает. Я имею в виду вещи, связанные, вот, непопредственно с тем, что вы описываете, даже, что она возвращается к своему бывшему и прочее, прочее, прочее. Так это ей двигает защитный механизм, который в силу, опять же, в силу ее возраста, в силу опыта, имеет на нее достаточно сильное влияние. И вы можете либо это принимать, либо это не принимать, решать здесь только вам, но хотелось бы сказать, что вот, наверное, настолько, насколько она может любить вас, она вас любит. Это совершенно, точно, совершенно определенно. Значит, что мы с вами имеем далее по сути? Значит, далее по сути мы имеем, что она пытается вернуться к бывшему, объясняет тем, что боится остаться одна. Да? Вот, значит, когда мы миримся, снова продолжают отношения со мной, когда мы в ссоре, я плохой для нее, она выкладывает все про меня ему. Когда миримся, он плохой. Знаете, в чем дело? Ну, тут нужно понять одну довольно тонкую вещь, которая, с пониманием которой, понимание этого момента зависит от того, насколько вы можете, вот знаете, не думать о себе в данном контексте. То есть, причина, по которой женщина рассталась со своим бывшим мужчиной, да, причина, она ведь никуда не делалась по своей сути, эта причина. Она как была, она так и осталась. И нужно понимать, что как бы она ни хотела вернуться к бывшему, к бывшему она не вернется, потому что то, из-за чего они расстались, и все встали, никуда не делали. Но! А сдают, так же остались и появились ее потребности. И эти потребности, в силу тех причин, которые я описал, они влияют на ее поведение. И поэтому, знаете, как вы можете здесь поступить? Я понимаю и отдаю себе отчет в том, что вам неприятно, это действительно неприятно, это более того, ну, не может быть приятно, в принципе, такое поведение. Вы можете своей женщине сказать, что вы ее не обвиняете, что вы ее не считаете плохой, что вы не обижаетесь на нее. Правда, сказать это нужно только в том случае, если вы действительно не обижаетесь, потому что если вы скажете ей, что вы не обижаетесь, а в действительности вы обижаетесь, но это будет не так хорошо, как могло бы быть и как должно быть. Это неправильно, именно такое поведение, да? Значит, вы донесете на нее, что вы не обижаетесь на нее, вы донесете на нее, что понимаете ее поведение, понимаете ее мотивы, почему она так поступает, но необходимо достаточно четко сказать ей о том, достаточно, ну, постараться достаточно четко сказать ей о том, что вот то, как это продолжается сейчас, да, то, как это выглядит сейчас для вас, неприемлемо в силу того, что вы не можете такому человеку доверять. И вы понимаете, что если она боится, ну, она боится, да, боится, там, потерять. Вас боится того, что у нас останется одна, и так далее, вот. Понятно, что все это появилось в результате определенного негатива. Это понятно. В результате опыта, в результате, там, может, травмы, которая у нее была, когда она со своим мужем, там, рассталась, да? Это все понятно. Вот вы постарайтесь до нее донести такую, довольно, на мой взгляд, это простую вещь, чтобы, а если она боится, то она бы поработала со своим страхом, чтобы она обратилась, например, к психологу, да, чтобы психологи с ней поработали, помогли бы преодолеть ее переживания, ее сомнения, чтобы она увереннее в себе стала, чтобы не боялась одна остаться, понимаете? Вот. Потому что на данный момент она ведет себя как очень зависимый человек. И она, может быть, любит вас по-своему, как я уже сказал. Другой вопрос, вот, примете ли вы такую любовь, потому что вполне возможно, что ваши представления о любви, они совсем другие, и я не скажу, что они ненормальные, я не скажу, что они не имеют права на жизнь, вот. Я хотел бы просто сказать, что, ну, все зависит от того, примете вы имени, вот, значит, вот, такой тип любви, который может вам дать эта женщина. И если можете, то хорошо. Но ей нужна помощь, чтобы она не боялась, потому что, какая бы сильная любовь ни была, она, а если у нее есть страх, то этот страх, он будет ей помешать, будет мешать ей всегда, и будет портить ей отношения. Всегда. Отлично. И важно понимать, что она, может быть, может быть, и сама, в общем-то, не рада тому, что происходит. Она, может быть, и сама хотела бы, чтобы все было по-другому, но справиться с этим она не может. И вы скажите ей достаточно четко и лаконично, что если она хочет быть с вами, если она хочет быть, значит, ну, рядом с вами, то пусть тогда поработает с психологом над своими проблемами. Пусть, значит, попробует решить эти проблемы с вами с психологом. И вот тогда вы увидите ее желание действительно строить отношения именно с вами. Потому что пока, вот пока, да, пока вот ситуация именно так двигает, ну, именно так обстоит, пока вы не видите у нее желание быть именно с вами. Пока вы, по сути, это дело видите только то, что она недостойна доверия этой женщине. и принимая вот это самое ее принимая ненадежность человека, вы предлагаете ей эту ненадежность поправить. И вот если она согласится поправить эту ненадежность, если она согласится сделать что-то со своей ненадежностью, если она согласится как-то что-то исправить в своей жизни, тогда можно сказать, что да, она вас действительно любит, и она хочет быть с вами, но ей какие-то вещи мешают. если она и этого не сделает, то догнать объективно такой же человек действительно вас исполнили, и не стоит пытаться что-либо с ней построить, ну, просто потому, что ничего хорошего из этого не получится. Просто, опять же, к тому, что она не собирается меняться, она не собирается там как-то вот менять свою позицию ради вас, для вас, и так далее. Понимаете? То есть, вот такие вот аспекты есть. И мне кажется, мне кажется, что эти аспекты, они на самом деле достаточно важны. и при оценке того, любит ли она вас или нет, нужно учитывать, что она как женщина, как партнер личных отношений, она находится в определенных обстоятельствах для себя, которые для нее, это обстоятельства, что я имею в виду, для нее неприятны, для нее могут быть некомфортны, для нее могут быть неудобны. И вот только, только приняв во внимание это, и спросив себя, готовы ли принять ее превалирование материальных ценностей, которые у нее есть в некоторых случаях над любовью, если вы готовы принять это, то можно попытаться ей будет помочь. Если нет, ну, соответственно, если нет, то тогда не стоит пытаться. Любит человек каждый по-своему, и она любит вас также по-своему. Не стоит оценивать любовь к себе через контекст понимания вами же этой любви. Как вы рискуете остаться один и упустить ту самую единственную женщину, которая может сделать вас счастливым. С этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.